Как же дома все-таки хорошо. Добрый-добрый день, друзья. Мы в Ставрополе. В Ставрополе мы уже пятый день. Всегда после морских путешествий, где-то дня три. Я никакие съемки не делаю. Просто хочется отоспаться после дороги, после жары, после всего. Сегодня я решил вот такой небольшой обзорчик сделать, где мы были так обзорно все об этом вам рассказать. Ну давайте начнем с того, что задавали мне вопрос, что я в Ялту собирался. Друзья, я собирался в Ялту, но это не значит, что я поеду в Ялту. Я собирался осенью в Ялту поехать. Потому что у меня отпуск разделен на две части. Первый отпуск я беру две недели, а второй отпуск у меня получается три недели. У меня отпуск 35 рабочих дней. И поэтому осенью я собирался поехать в Ялту. Но это не значит, что я туда поеду. В Крым я ездил в том году. Эта дорога будет очень длинная, по километражу. И мне проще поехать сюда, к нам. Ну, например, вот в Лазаревский. Наверное, видели мои такие видеоролики про Лазаревское. Вот они больше всего у меня просмотров набрали. И они набирают эти просмотры, и набирают. Потому что это просто прекрасное место. И первоначально я туда собирался поехать, вот в Лазаревское. Ну, я посчитал все-таки, что июнь месяц, и надо куда-нибудь поехать. Ну, в самое-в самое Сочи. И забронировал я пансионат в Ставрополе. Это район Мамайки, Сочи, район Мамайки. Именно города Сочи. Сочи, оно длинное у нас. Там протяженность что-то 150 километров. Включает все там поселки и населенные такие пункты. Именно я в Сочи собирался, район Мамайки. Я там был в 99-м году. Хотелось просто поехать туда, посмотреть. Потом так цена по цене мне что-то все устроило. Ну, полторы тысячи за номер. Но я почувствовал, что это нормально. Десять метров от моря. Почему бы не поехать? Забронировал все это. Еще я 1 июня все это забронировал. Потом мне пришел отказ уже 4 июня. Я дозвонился в эту фирму, где я бронировал. И мне сказали, что мест свободных нет. Ну, мне сразу что-то подозрительно стало. Потому что в Сочи полторы тысячи номер. На двоих человек 10 метров от моря. Хотя я там был. Это такой пляж там специализированный. Он отдельный, этот пляж. И я тогда там 3 территории. Я на второй территории, друзья, был. И я на этот пляж ходил. Там по самым трону курортным книжкам надо было только проходить. Думаю, ну а почему бы не туда поехать? Ну, не получилось. Вот не получилось и все. Ну, и уже начал в Сочи искать. Где-то себе такую квартиру или номер. В конце концов, я нашел гостиницу «Рица» в Адлере. Потому что в Адлере я ни разу не был. Там у меня была ошибка, что я городом назвал или не городом. Ну, это просто населенный пункт. Я специально никакой информации мечтал. Вот так взял просто, взял и поехал. Нашел эту гостиницу. Она мне по цене, в принципе, устроила. Естественно, я смотрел, какое местоположение. Далеко ли от моря? Я вообще не знал этот Адлер. Где он находится? Я знал, что он находится там на границе с Абхазией и от Сочи там в 25 километрах примерно. Вот так я посмотрел. Другие, конечно, блогеров мне говорили. 25 километров от Сочи. Вот так мы там и сняли эту гостиницу «Рица», где мы остановились. И я считаю, что мы не пожалели, что там остановились. Гостиница хорошая. Кстати, она была наполнена только наполовину. И уже когда мы уезжали, говорят, должен подойти автобус. И уже заселение будет уже, ну, во всяком случае, намного больше. Может, не полное, но намного больше. Ну, так я оказался в Адлере. Бронировал я ее по букингу. Потом мне хозяин еще скидочку там небольшую сделал в 700 рублей. Ну, а проживание обошлось за 5 дней. А номер стоил сутки – это 2000 рублей. 9300 рублей. Ну, эти деньги были запланированы на эту поездку. Ну, плюс скидка тоже. Кажему нравится, когда есть какая-то скидка. До моря. Ну, по-разному я вам покажу. Можно за 3 минуты дойти. Можно за 7 минут дойти. Можно за 4 минуты дойти. Больше мне дорога понравилась, которая... Можно дойти за 4 минуты. Это я, радко, становились на улице Крупской. Номер 13. Там парковочное место было около гостиницы. Тентов я ее накрыл. И практически я машину не трогал. Совершенно не трогал. Кстати, там можно и дешевле. Потом ко мне уже... Паша подошел. У него там носевой дом у дяди Паш. Или отель, я уже не помню, друзья, точно. И вот мы... Там, значит, остановились. У дяди Паша, он говорил, что можно половину меньше. За 1000 рублей снять. Там небольшой дворик. Можно машину поставить. Ну, бангал стоит. Частное подворье. Это все частные гостиницы. Я считаю, что в Адлере мы нормально отдохнули. И я узнал этот населенный пункт. Так как я занимаюсь спортом. Сейчас, кстати, я на тренажеры прошел. Так как я занимаюсь спортом. У меня утренние пробежки. Вот за утреннюю пробежку я уже изучил большинство улиц Адлера. Я посмотрел и аэропорт, и железнодорожный вокзал. Кстати, на железнодорожном вокзале, даже с дежурным по вокзалу я договорился сделать съемку в холле вокзала. Ну, только, говорит, только не снимайте, где досмотр идет. Ну, не получилось. Времени хватает, как всегда. Тем не менее, вы посмотрели свои такие видеоролики. Дали им оценку. А пляж там нормальный, мне понравился. Там песочек есть, с детьми можно поехать. Ну, по чистоте моря. Да, нормальное море, так как же, как и везде. Где-то ребенок плачет. Такое же море, как и везде. Как и в Лазаревском, и в других местах. Я уже, друзья, вам говорил, если вы хотите чистое море, езжайте в огонь. Там вы увидите чистое море. Так же в небе еще чистое море видно. Можно ваше чистое море увидеть. Ну, там уже будет другая фракция. Будет уже галька крупная, и поэтому море кажется чистое. А все-таки в Вадлере там и галечный пляж есть, и песок есть. Ну, огромный там пляж Чайка, где я постоянно останавливался, ходил туда на этот пляж. Был я и на пляжах Огонек, и Виноград, и к реке туда я ходил. Там стоит такой трафаретик, что купаться там не рекомендуется, потому что сильное течение. В общем, нормальное, хорошее место, что я могу сказать. Просто нормальное, отличное место. Я не пожалел, что туда поехал. И уже на следующий год уже я там буду решать, возможно, еще раз туда поехать. Ну, я думаю, в летнее время, вот такие месяца, как июль и август, там будет очень жарко. Очень жарко будет. Ну, думаю, что в июне, и даже, говорят, до конца октября, можно туда приезжать и останавливаться уже. Там номера будут дешевле. Ну, например, я у хозяина спросил, он говорит, что номер будет стоить, тебе, говорит, не 2000, а 1200 рублей. Ну, все-таки это субтропик, в Лазеревском чуть климат помягче, не так там жарко. А вот так вот, в принципе, мне Адлер понравился. Хорошее место, просто хорошее, отличное место. Ну, съездили куда мы еще? В Олимпийский парк. Ну, я так, на разведку туда съездил. В следующий раз поедут, и я поеду туда на машине. Потому что там топтаться неохота. Мы пришли из Олимпийского парка, ног не чувствовали под садом. Ну, так я три дня, в основном, бываю на одном месте, а потом стараюсь куда-нибудь там поехать, или пойти куда-нибудь, в другое место, или в другой там какой-то ближлежащий населенный пункт. По самолетам, друзья. Ну, не сильно эти самолеты беспокоили. Я вот уже сейчас вот в Ставрополь приехал, мне даже непривычно, что не слышу голос самолета. Мы как раз находились посередине. И они шли на посадку. И так же взлетали. Так что, шум самолетов был слышен, но он совершенно не беспокоил. Так вот, все нормально было. Ну, сам населенный пункт мне очень понравился адрес. Ну, все там есть. И все там близко очень расположено. Тем более, ну, практически можно сказать, что в центре были. Так что, вот, так нормально отдохнули мы там пять дней. Там за Огонек писали, за этот пляж. Да, он пляж хороший, почему-то. Хороший, отличный пляж, я туда ходил. Ну, там что-то, как-то курсы самолеты изменили. И самолеты шли на посадку, как раз ее на пляже Огонек был. Ну, только казалось, что они вообще на тебя приземляются. А потом, после обеда я пошел, уже все нормально. Это все вот такая улица просвещения, она очень длинная. Мне там писали, что она еще, еще, еще продолжается. Но дальше я просто не стал снимать, потому что набережная закончилась. По песку смысла не было идти. Днем песок очень сильно нагревается. Поэтому лучше или утром, или вечером. Ну, мой принцип, вы знаете, что я говорил, что я в девять часов прихожу на пляж. И стараясь в полдвенадцать уже оттуда уйти. Ну, а вечером уже в зависимости. Это от трех часов до пяти я туда иду. Если три часа жарко, то я пять часов могу пойти. И уже там до самого вечера я бываю на пляже. А съемки я делаю, друзья, перерывы. Между заплывами. Делаю заплыв. Просто не лежу я там на лежаке. А беру камеру и иду снимаю. Ну, мне там очень понравилось. Очень понравилось. Все там очень хорошо. Ну, такой вот краткий обзирчик. Дальше что у нас получилось? Куда мы иди, мы еще были. Мы были в Сочи. Ну, все-таки быть в Адере и не заехать в Сочи. Мы поехали в Сочи. Ну, почему бы нет. Все это рядом, близко. Поехали мы на автобусе. Автобус ходит что в Олимпийский парк, что в Сочи номер пятьдесят пять. Значит, цена билета в Сочи, ну, это лес, друзья, комары. Цена билета в Сочи 65 рублей, а в Олимпийский парк, друзья, если не ошибаюсь, 25 рублей. Так что мы передвигались на автобусах. Автобусы с кондиционированием, у них не жарко. Нормально едешь, спокойно. Автобусы такие небольшие, типа наших пазиков. Ну, тем не менее, вот так комфортно, хорошо можно доехать. Значит, про Сочи. Приехали мы на железнодорожный вокзал. Ну, я Сочи в Сочи, я третий раз уже, друзья. Поэтому я знаю более-менее Сочи, изучил его. Первый раз мы вообще приехали в 99-м году моему ребенку. Машке было всего лишь там шесть лет тогда. Сейчас она у него взрослая. Прошли, посмотрели. В общем, Свер нам там очень понравилось. Можно просто в сквере остановиться, на травке там полежать. Время такое же было. Тоже мы просто там перекусили. И дальше начали гулять везде. Посмотрели мы комсомольский сквер. Потом мы из комсомольского сквера пошли посмотреть морской порт, морской вокзал. Ну, там неоднократно было. Ну, что мне там не понравилось. И, наверное, кто в Сочи был, вы уже знаете, друзья. Ну, что таксисты на автовокзалах пристают, куда-то везти им надо. Они просто как липучки. Но в Сочи просто прогулки на яхтах, на катерах, и рыбалка, и все остальное. Ну, такие вот приставучие, ну, словни тут иногда. Я уже ребятам говорю, ребята, я же не прошел у вас поездки куда-то. Если надо будет, я подойду к вам и скажу. Ну, не просто они отцают, они за тобой следом идут. Если ты прошел туда, что-то забыл, вернулся, назад будешь идти, он тебя уже не знает, опять же начинает приставать. Вот это мне не понравилось. И вот так мы пошли, яхты еще там с Машкой посмотрели. Зашли мы в сам морской вокзал. Это строение 1955 года. Там хорошо, там разные товары продаются. И уже пошли мы посмотреть, я решил все-таки, какое море, какой пляж. И вот мы с морского вокзала чуть прошли туда и посмотрел пляжи. Да они мне вообще не понравились. Я и раньше слышал такое, что нежелательно в Сочи купаться. Лучше поехать в Догамысь. Там вода более чистая лучше. Ничего мне там не понравилось. Школьники там купались. Смотрю, покидали эти самые вещи свои, сумки, одежду, купаются нормально. Ну вот прошел, волнорезы вообще там, выбитые волнорезы, вот и дождь. Не понравилось, да, не понравилось. И мимо проходил, там куча мусора какая-то прибитый. Такой стойкий, неприятный запах. Люди тем не менее купаются, люди везде купаются. Плавают, купаются, отдыхают. Пацаны занимаются на тренажерах. Так что, вот такая у нас была поездка по Сочи. Мы там, скажем так, чуть побродили. Уже потом вернулись назад. Сели опять на 55-й автобус. И приехали домой в Варьер. И уже на следующий день, утром, мы уехали. У нас время расчетное было 8 часов утра. И мы просто поехали домой. Ну раз мы там уже были, мы решили посмотреть Сочи. Пацаны, можно попросить, что я твои съемочку делаю, да? Резвятся, на тренажерах занимаются. На спортивный город, я всегда говорю. И вот поехали мы через Сочи. В Сочи оказалось гористая местность. Я даже этого не знал. Адлер это равнина. Ну, наверное, поэтому там все-таки аэропорт в Адлере. И железнодорожный вокзал огромный. Огромный железнодорожный вокзал, друзья. Вот жалко, что я просто вам его не показал. Попали мы небольшие пробки. Небольшие там пробки. Я бы сказать, что там большие пробки. Нет, небольшие пробки. Возможно, что все-таки это не сезон. Это было 19 июня, когда мы уехали. По Сочи кружили, вертели. Вертел у нас этот навигатор. Кружил, вертел. В общем, я уже пожалел, что не поехал я просто по объездной. Там через тоннели идешь и никаких там заторов, пробок нет. Просто проскакиваешь мимоходом. Это Сочи уже выходишь туда. На трассу, которая ведет Дагомыс. И первоначально я в Дагомысе хотел остановиться. Но потом уже мы вот так путешествовали. Все просто мы поехали домой. Раскачали мы Дагомысь. Ну, в каждом населенном пункте там все равно какие-то стоят светофоры. Пешеходные переходы. Ну, чуть идет торможение. Чуть мы там постояли. Ну, может, пять минут в Дагомысе мы постояли. Кстати, друг мне говорил, что там какая-то чайная фабрика просил мне чай привезти. Ну, извини, Вовчик. Я там не останавливался. И вот доехали мы так до Лазаревска. Я еще когда в Дагомысь поехал, начал подъезжать. Думаю, а что я буду останавливаться в этом Дагомысе? Я уже поеду в Лазаревское. Просто до вечера там побудем. И мы поедем там просто домой по холоду. И вот мы приехали в Лазаревское. Вот в Лазаревское все равно мне больше всех нравится. Вот это вот такое хорошее и прекрасное место. Ну, друзья, сами видите, что там подписчики у меня прибавились. И потом просмотры прибавились. В Лазаревское очень всем, наверное, известно. Его рекламировать не надо. Так погуляли, две съемочки я сделал. Парочку контрольных заплывов сделал. И на пляже Калипсо. На центральном муниципальном пляже. Вот она рядом с Гренадой. Сделал я пару съемочек. Ну, все равно, так или иначе. И шесть дней, я думаю, вполне достаточно, чтобы мы там отдохнули. И уже мы собрались и поехали домой. Три часа мы уже были на перевале на Шалумьянском. Вот дорога сколько занимается от Лазаревского до Туапсы. Ну, где-то по-разному, друзья, можно доехать. Смотря, будете вы стоять там или просто проскочите. Можно за 40 минут доехать. Можно за час 20. Ну, вот. Мы где-то за час это проскочили. Уже в Туапсе, если в Лазаревском показывало 28 градусов, то уже в Туапсе показывало 31 градусов. На перевале 33. В общем, температура доходила до 34 градусов Цельсия. И в 9 часов мы уже дома были. Первоначально в гараж мы заехали, раз грузили машину. Мы уже потом поехали домой. Там такие вещи свои отнесли домой. И на этом вот наши такие вот морские путешествия закончили. И я считаю, что они нормально у нас прошли, эти морские путешествия. Такие в июне месяц. В июне месяц я ни разу никогда не ездил на Черноморское побережье. Ну, можно и в июне ездить. Ну, уже я еще раз вам, друзья, повторюсь, что лучше поехать в сторону Адлера. Ну, во всяком случае, в Лазаревское. Весь утропик. Все равно так или иначе, может быть, если вот у нас от организации, например, где на Уморске, у нас все туда ездить любят. В Варданэ раз поехали, им там не понравилось, потому что камни большие. Вот где на Уморске. Зачастую просто люди приезжают туда, море холодное бывает. Ну, у кого маленькие дети, я там с Сашкой всегда меняюсь сменами. Когда ему надо, он подменяется. Когда мне надо, я подменяюсь. И он говорит, ну, а что мы приехали, море холодное. Наши ребенка привез на море, ну, хорошо там, говорит, аквапарк есть. Вот, говорит, водил его аквапарк. Так что, вот, лучше поехать туда в Субтрубль. Ну, так. В принципе, нормально мы съездили. Главное, что моей дочке понравилось. У нее много впечатлений. Мне она говорит, что еще раз туда поедет. Так, ей в Адлере понравилось. Ну, а в Лазаревском она уже была. Это вот такое она была первое путешествие. Вот, в сторону Сочи, Варбер. Эту дорогу я не знал. Тем не менее, я дорогу узнал. Зато ров никаких не было. Нет, нормальная дорога. Серпадины тоже не сильно большие. Единственное, я не понял, друзья, вот, или у меня что-то с машиной случилось. Ну, вот я заправился где-то в районе Вардане. Я уже не помню, в каком населенном пункте. И именно там на Газпроме я заправился, полбака заправил. В общем, машина меня вообще не кинула. Возможно, что с машиной. А возможно, там просто плохой бензин. Ну, вот меня дочка просит, чтобы я еще в Пятигорске ее свозил. Наверное, послезавтра мы поедем, может, завтра поедем. Там посмотрим, как погода. Типа ли сегодня у нас дочь прошел. Город обещали такую погоду нехорошую. МЧС предупредила. Ну, посмотрим. Может, что-то с машиной, а может, с бензиной. Ну, такой первый раз. Могу сказать, что машина очень чувствительна к плохому бензину. А так, в целом, друзья, хорошо съездили, хорошо отдохнули. Так что, друзья, не сидите дома, если у вас отпуск. Или какие-то там выходные дни отгула. Ну, просто соберитесь и поедьте на побережье Черного моря. Я вам посоветую поехать в Лазаревское. Все-таки там, я считаю, недалеко от дома. До Адлера все-таки далековато ехать. 509 километров, до Лазаревского 413. Ну, это практически чуть меньше 100 километров вам ехать, чем до Адлера. Просто поедьте, отдохните. Не получите массу-массы впечатлений. Все, друзья, удачи. Хорошего дня, хорошего настроения. И всего-всего самого наилучшего. Ну, еще могу что сказать. Это не самая наша последняя поездка на Черное море. Все, всем удачи. Субтитры создавал DimaTorzok